На полигоне Опаренки проходит учение московских подразделений МЧС. Спасатели оттачивают навыки помощи горожанам и гостям столицы в самых сложных ситуациях. При пожаре и техногенном происшествии, на воде и оживлённой трассе. Каждый день на ЧП в мегаполисе экстренные службы выезжают около тысячи раз. Репортаж Максима Парина. Спасатели быстро пробираются к технологической шахте, где по сценарию тренировки застрял человек. Времени мало, потому что шахта задумлена. А в этом месте отрабатывают действия спасателей при обрушении здания. Псу по кличке Рэй для поиска человека под обломками требуется всего несколько минут. На этом учебном полигоне МЧС отрабатывают абсолютно любые ситуации, в которых человеку может потребоваться помощь. Спасатели учатся даже снимать людей, застрявших на канатной дороге. Практика вырабатывает действия на высшего порядка, при которых в реальных условиях пожарным и спасателям некогда изучать какие-то основы, а действовать в рамках боевого расчёта. Для отработки действий при дорожно-транспортных происшествии на территории полигона создан даже специальный учебный перекрёсток. Например, здесь мы видим ситуацию, когда две машины столкнулись на остановочном пункте, а этот автомобиль упал с моста в реку. Случается это, по словам сотрудников МЧС, нередко. Как минимум один раз за лето приходится доставать людей из воды. Приходится, если его деблокировать в воде, то очень сложно работать гидролическим инструментом, при этом в гидрокостюмах. При этом среда вода — это среда чуждой организма. Поэтому приходится учитывать множество факторов. Сегодня учебный полигон МЧС посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Они ежегодно спасают десятки тысяч людей. За последние годы количество погибших снизилось почти в два раза. Благодаря их труду, их умению, их таланту. Действия, отработанные здесь на полигоне, спасатели применяют каждый день. Оперативный центр МЧС Москвы обрабатывает 5,5 тысяч звонков. Выезжать на происшествия приходится больше 800 раз за сутки. Максим Апарин, Дмитрий Шестухин, Александр Зарубов, Вести.